Приветствую, друзья! Насчёт фотографирования я вообще по себе заметил. Вот, например, когда я делаю ролик, я смотрю в объектив, ну, вот, например, у меня хорошее изначальное настроение. Я вот сел, хочу сделать пару фотографий, чтобы там внедрить в наше видео. В этот момент, когда я был исходным в хорошем настроении, таком раскрепощённом, а потом вдруг мне надо как-то, я вдруг начинаю замечать, вот именно перед тем, как нажать на кнопку, как-то немедленно собираюсь внутренне. И теряется та естественная свободность, которая была изначально. И вот этот вопрос, который я сказал в прошлом ролике о том, почему так происходит. Почему, например, мы когда перед фотоаппаратом, перед камерой, как-то внутренне собираемся, чтобы как-то выглядеть. и вот что каждый из нас имеет в голове как зрителя, перед кем мы так собираемся. Потому что мы же себе представляем, что эту фотографию или видео будет кто-то смотреть. И мы в этот момент собираемся, чтобы понять, как нас будет видно, кто будет смотреть, вот кто будет смотреть лично у вас. сейчас по-другому скажу, чтобы было понятнее, потому что это очень сложно выразить словами. Сейчас еще раз. Вот я, когда задумываюсь о том, что именно сейчас нажать на кнопку, в этот момент я невольно смотрю на себя вашими глазами. И какими глазами я смотрю? Вот я, например, смотрю там, представьте себе, я представляю, там несколько людей смотрят, например, бабушки смотрят, их дети смотрят, внуки смотрят. Ну, вот я их всех как бы невольно представляю себе, что они на меня смотрят. И под них, под всех я должен себя каким-то образом собрать, показаться, то есть и тому, и тому, и тому взгляду. И поэтому, поскольку мне приходится одновременно как-то для всех показаться каким-то, я имею в виду еще и какой-то образ, каким я должен показаться. Вот я хочу показаться свободным, симпатичным, таким магнетическим или еще таким харизматическим, или таким добрым, отсывчивым, каким я хочу показаться в этот момент. Умным, допустим, да. И в этот момент десятки точек зрения я должен в этот момент в своей голове иметь и себя под... себя именно так подать, чтобы они меня увидели, эти глаза, именно таков, какой я есть. Да, чтобы они увидели, каков я есть, да. И вот если я был, как есть, еще до того момента, до фотографии, когда мне сделают так, как это называется, сделайте улыбку, чиз, а вы когда вот так, вот сейчас должны нажать, а вы уже как-то собираетесь невольно эти все точки зрения. У вас есть эти точки зрения, которые вы невольно, редакторы, зрители. Или вот когда я пишу книгу, я кому пишу книгу? Кто мой читатель? Я же как-то под него, как я его представляю себе, пишу книгу, чтобы он меня понимал. А вот у меня есть знакомая, которая говорит, а я когда пишу книгу, я вообще никого не вижу, никого не представляю, я пишу, как я думаю. А я говорю, ну кто-то же есть в голове, кому ты как бы пишешь? Может мама твоя, может сын твой, или дочь, может подружка, может мужу пишешь, но ты же кому-то, может и Пушкину пишешь, или кому пишешь, но редактор, кто в голове у тебя в этот момент? Никого нет, говорит у меня. А вот вы скажите, друзья, вы когда вот пишете, кому-то письмо, или перед фотоаппаратом сейчас, ну вот бывает, что и сельфи себе делают, и ролик наговаривают, вы в этот момент хотите же быть свободными, ну и одновременно вы чьи точки зрения учитываете, почему вы вдруг можете напрячься, или вы наоборот никак не напрягаетесь, может вы свободно себя чувствуете, независимо от того, фотографируетесь, или на камеру, или пишете для кого-то, или что-то. Мне хочется вот так обменяться с вами опытом и понять, как у вас это происходит, потому что это очень важно, потому что у меня вот так происходит, я одновременно представляю сотни взглядов разных, и я живу в этот момент, вот я в этот момент живу и говорю такие слова, когда я хочу одновременно сказать это для всех взглядов, понимаете как? и поэтому невольно напрягаюсь, вот поэтому как же быть одновременно раскованным, свободным, чтобы мысль текла легко и в то же время сосредоточенным, причем держать вот внимание, важный момент, держать в поле внимания момент, когда я говорю или фотографируюсь, или пишу, одновременно все эти точки восприятия, точки зрения, одновременно этих моих мнимых собеседников, и сколько можно одновременно держать в уме, сколько можно одновременно держать, я вот, сколько, сколько можно держать одновременно, чтобы быть одновременно внутрираскрепощенным и в то же время сосредоточенным, Вот сколько можно их держать в уме, и вообще сколько в уме, допустим, не людей, а объектов каких-то человек может одновременно держать, причём противоречивых. Ну, один смотрит с приязнью, другой смотрит равнодушно, третий смотрит с неприязнью, четвёртый смотрит критично, пятый вообще смотрит, думает, что там зачучело какое-то появилось. Ну, вот для всех быть таким, каким ты хочешь быть, или сколько объектов других, например, зелёный, красный, синий, голубой, сколько объектов одновременно человек может держать в голове, одновременно, вот в этот момент именно какой-то. И вот, оказывается, есть другое состояние, в котором ты можешь одновременно держать хоть миллион объектов, совершенно другое состояние, когда внимание твое такое широкое, ты как бы над этим всем стоишь, твое состояние иное, и ты в этом состоянии можешь одновременно море людей представить, и море разных задач представить, такое иное состояние, чем обычно. Вот это иное состояние, ну, член Михаил говорил об этом, как о потоке, о поточное состояние, ну, кто-то говорит ресурсное состояние, или медитативное состояние, или состояние, мы говорим, нулевое состояние, может быть. Через нулевое состояние, по крайней мере, можно этому научиться. Нулевое состояние, это когда ты точку зрения чью-то к себе, ну, делаешь сразу, как бы, такую, ну, точку зрения делаешь эмоционально незначимой для себя, так особенно, чтобы она тебя не блокировала. Но мы еще об этом поговорим, еще об этом поговорим, как быстрее выходить на нулевое состояние, чтобы эмоционально дистанцироваться, чтобы быть свободной, такой легкой, при любом напряженном состоянии мышления, чтобы быть свободным одновременно, то есть при сосредоточенном состоянии в то же самое время быть расслабленным. То есть, как соединить мобилизованность с расслабленностью, с сосредоточенностью, с такой некой рассеянностью внимания, когда внимание такое широкое. Ну, видите, как много тут вопросов. И вот второй момент. Итак, еще раз, важно, важно, потому что я на прошлом ролике сказал, что буду теперь отмечать важные моменты. Внимание, важно, чтобы не пропускали. Почему человек идет, например, вдоль забора или с кем-то под руку, и у него страхов меньше, если он склонен к тревожности. А когда идет по открытой площади, да, ноги иногда подкашиваются в страхе. Почему? Потому что там тоже самый механизм. На открытой площади ему приходится сразу много точек буми обрабатывать. А когда рядом идет кто-то, ну вот, свободненько держится несколько объектов. А там открытая площадь и много объектов. Ну, много объектов, там, может быть, никого нету. Ну, на открытой площади, на открытом пространстве возникает ощущение безопорности какой-то. Но мы еще об этом поговорим. Это очень важный момент. Поэтому я сейчас закончу, потому что мы в прошлом ролике еще говорили о том, что коменты кому-то нравятся подлиннее, кому-то покороче ролики. Поэтому среднее такое выбираем, чтобы было и всем, как говорится, чтобы всем было по душе. Пишите, друзья, свои комменты. Я по этим вашим вопросам и вашим мнениям определяюсь, что делать в следующем ролике и на какую тему можно подумать, чтобы всем было интересно и полезно. Потому что, когда мы общаемся, мы получаем какой-то опыт. Это обмен опытом. Да. И еще хочу сказать в завершение, что обещанный ролик, такой взрывной, который обещал сделать, я жду, когда больше людей перейдет на Телеграм, потому что человек, у которого был инсайт, озарение, который понял после метода ключ, как нами манипулируют разными способами, и который там скажет, он меня просил, я говорил об этом, чтобы это было на Телеграме. Ну, я из уважения, ну, давайте на Телеграм. Поэтому я жду, чем больше людей туда зайдет, тем быстрее выставим этот ролик. А он на самом деле взрывной. Да, друзья, он многим откроет глаза и сделает нас совершенно защищенными. До встречи.